Надежда Савченко это украинская Жанна Дарк. Такое сравнение проводит журналист Бен Макинтайр в статье Путин создал Жанну Дарк 21 века, опубликованной 25 марта в британской газете The Times. По мнению автора, судилище над Савченко превратилось в уникальную историческую реконструкцию. Пять веков разделяют украинскую военнослужащую, приговоренную российским судом к 22 годам заключения, и французскую народную героиню 15 века, сожженную на костре англичанами во время Столетней войны. И все же, по мнению автора, сходство между украинской летчицей и французской героиней поразительно, а для Кремля опасно. Обе женщины стали символами национального освобождения. Обе использовали зал суда как политическую трибуну и тем самым испытывали своих обвинителей. Обе женщины подверглись сексистским предрассудкам и осуждению за ношение мужской военной формы и участию в мужской войне. И обе почти мгновенно стали политическими мученицами и подняли боевой дух своих сограждан неожиданно для захватчиков, которые впоследствии пожалели об этом. Журналист The Times считает, что судебные процессы над Жанной Дарк и Надеждой Савченко схожи абсурдностью обвинений и политической подоплекой. А украинка, как и 500 лет назад, Жанна Дарк, стойко и дерзко отметает все обвинения так называемого суда. Четверть века спустя после казни Жанны Дарк было проведено повторное расследование и выяснилось, что все выдвинутые против нее обвинения были безосновательны. Макентайр пишет, что процесс над Савченко будет бельмом на глазу России и Кремлю в будущем, возможно, тоже придется оправдать украинку. Эти слова Жанны Дарк, обращенные к епископу, судившему ее на показательном процессе в Руане, могут теперь преследовать Путина. Ты говоришь, что ты мой судья. Я не знаю, так ли это, но берегись, судить меня неправедно, иначе ты подвергнешь себя великой опасности. Подводя итоги, Бен Макентайр пишет, что самое важное сходство между судом над Жанной Дарк и Савченко заключается в том, что процессы над ними показали несостоятельность системы правосудия Франции 15 века и современной России.